Здравствуйте, меня зовут Талкина Светлана Степановна, компания финансбанк Сергей Валерьевич. Так, Сергей Валерьевич, по поводу кредита, потребительские договоренность была на оплату, произвели оплату за 46 деньги, а почему? Во-первых, я не знаю, зачем вы свои договоренности ставите, если я отвечаю сразу, что возможностей нет. А вы мне говорите, что отказ ставите, что хотите, потому что нет возможностей, нет денег. И вы мне говорите, опять каждый раз говорите о том, что я там что-то обязался заплатить. Что случилось? Вы работу потеряли? Что случилось? У меня много чего случилось. Я каждый раз повторять одно и то же не буду. Ну хорошо, Виктор Валерьевич, давайте тогда так поставим вопрос. Это имеет какое-то отношение к вашему кредитному договору, если у вас какие-то в жизни форс-мажоры. Работа банка вы должны понимать. Ну конечно, имею. Не долгу, а кредит. Не долгу, а кредит. И работа банка давать деньги, да? Это работа банка. Сейчас банк возвращает, дополнительно с вами работает, дополнительно отдел взыскания, банк сейчас в убытках. Вы запретила банка, банк выполнил свою работу, все форс-мажоры это ваши, это ваша проблема. Ну да, да, да. Понимаете? И вы должны решить. Понимаете? Это общая проблема. Поэтому вы не звоните, конечно. Нет, Виктор Валерьевич, это ваша проблема. Если банка передали дело на принудительное, он же праве потребовать на принудительное, ну, потребовать возврат всей суммы задолженности. Он же вам свернет график, Виктор Валерьевич. И вот эту работу сейчас у отдел взыскания, юридический отдел вам будет выставлять требования, документы. Он же банк засчитает убытки банка, и вы же будете из личного кармана платить. Поэтому разрешите свой вопрос. А я из кого кармана сейчас хочу платить? Вот скажите, вот сейчас вы меня требуете, из какого кармана платить? Из чужого? Виктор Валерьевич, вы взяли деньги в долг. Понимаете? Я понимаю, я теперь вам объясняю. У меня нет возможности. Вам их надо. А при чем тут банк? А при чем тут я? Вот, пожалуйста, ищите выходы. Вот просто можно найти. Вы в каком городе проживаете? В Рязани, если хотите. В Рязани. А хотите в Москве. Виктор Валерьевич, скажите, пожалуйста, у вас семья, с родителями проживаете? Это не важно. Ну, вы в семью брали деньги. Пускай близкие родственники помогают, подключаются. Но ищите выход. Я брал деньги на себя, на свои проблемы, на свои трудности. Сейчас трудность усилилась, жизнь ухудшилась. Когда была возможность платить, я платил. Виктор Валерьевич, вы кредит, вы взрослый человек. Вы кредит брали от того. Вы мне мораль посчитать? Вы понимали... Нет. Ну, вы же понимали, когда подписывали кредитный договор, что обязательства сейчас не в шаг в фрау, не в шаг в лево. Вы понимали, что уменьшение зарплаты может произойти? Конечно, я понимаю. Вы понимали, сокращение. Деваться некуда было. Зачем взяли кредит? Зачем взяли кредит? Зачем взяли кредит? А зачем люди кредиты берут? Люди кредиты берут, когда они попадают в тяжелое финансовое положение изначально. Правильно? Потому что они могут своими средствами либо какую-то покупку совершить, либо еще какие-то свои проблемы решить. Правильно? Тогда они обращаются к банкам. Правильно? А ситуация, ну и рассчитывают, конечно, на то, что у них улучшится финансовая ситуация, и они смогут вполне все отдать в срок. Нет, те люди, которые не рассчитывают, они не пойдут в банк вообще. Потому что сейчас, знаете, рассчитывать не только на себя надо. Да нет, сейчас могут не дать, это другой же вопрос. А идти-то проспрашивают, спрашивают. Вы мне не рассказывайте. Я 15 лет их отдаю, эти кредиты. А сейчас вот так загвоздило, что вообще жесть. У вас еще кредиты есть в другом? Ну конечно, девушка, я просто это уже повторял неоднократно. И ваши сотрудники, у вас же ничего не помечаете? У вас есть кто-то просто требует мне позвонить? Я вашу работу прекрасно понимаю. Я довольствую вам сейчас общать. Вы работаете на данный момент? Это не важно. Вот. Ну как не важно? Мне надо отметить, если банк будет подготовить пакеты... Это не нужно отмечать, понимаете? Мне это не нужно отмечать. Значит, звонки будут поступать, и опять эти вопросы будут задавать. Вот сегодня с утра ко мне никто звониться не мог. Потому что я так хотел. А сейчас у меня есть с вами время и желание пообщаться. Так что мы можем с вами поговорить. Вы забудьте про антикорректора. У вас есть деньги, которые вы взяли, да? Если бы у меня были деньги... Никто за вас деньги не отдал. Если бы у меня деньги были, я бы вам их отдал уже, понимаете вы или нет? Если бы у меня были деньги, я бы вам их отдал. Виктор Валерьевич, а чья-то проблема, что у вас их нет? Зарабатываете, продаваете что-то из имущенного? Если я заработаю и продам, или уже заработал и продал. Это мне хватает только на то, чтобы покушать, понимаете? А на то, чтобы отдать, не хватает. Виктор Валерьевич, кредиты, я поняла, что не один. Куда-то деньги вкладывали. Может быть, вам теперь что-то продать, чтобы покупать? Я не вкладывал, а отдавал, вы понимаете или нет? А почему не закрыты другие кредиты? Да вы смотрите, смотрите, какая ситуация. Я закрывал только когда мог. И в вашем банке неоднократно закрывал. Это видно, наверное. А эта ситуация длится давным-давно. Она же понарастающая. Из финансовой неграмотности моей все стекает. Из финансовой неграмотности. Понимаете? Вот такая ситуация. Это не освобождается. Когда человек попал в тяжелую финансовую ситуацию. И все. И он платить больше не может. Не посильнее. А банк что делает? Когда к нему обратились и просили рассрочку хотя бы на 3 месяца. Чтобы лишить свои проблемы. И потом в дальнейшем платить те же самые платежи. У вас тут как 2 месяца рассрочка, Виктор Валерьевич? Ну у меня просрочка, а не рассрочка. Амгуст, сентябрь, 3 месяца. Просрочка. А не рассрочка. Считайте как. А мне банк что делает? Я банку увеличу платить жизнь в 2 раза. А вы себе вообще паникулу устроили. И не только ваш. Ну а мне что оставалось делать? Мне что оставалось делать? Кто виноват, что набрал столько кредитов? Кто виноват, что набрали столько кредитов? Ну виноват, я вам видял. Но я вас понимаю. Свои читы тела рассчитываются. Это вам все бесполезно. Потому что вы сидите выполнять свою работу. Конкретно вы, как физическое лицо. Понимаете? Виктор Валерьевич, я выполняю свою работу. Я с вами поговорила. Я через одну минуту просто про вас забыла. А вы останетесь со своей проблемой. И я-то позвонила наоборот. Помочь вам и разрешить этот вопрос. Да вы не можете мне ничем помочь. А когда... Вот послушайте. Финансово мне помочь. Вы можете разговорами и своими вопросами. Ваша задача другая. Вынудить меня. Мы с вами можем сейчас... Вывести меня на платежи. Понимаете? А у меня нет средств, чтобы платить. Мы можем приостановить сейчас, чтобы дело не передавали. В юридический отдел. Все зависит от меня. Ну и конечно от вас. Я с вами поговорила. Я про вас забыла. Но если у меня уже заберет... Я-то пытаюсь. Наш отдел пытается. А вы не идете на нас. Да вы поймите какая ситуация. Мне не страшно. Меня вы... Меня вы... Меня выкручите. Для меня лучше положение. Если через меня продадут коллекторам. Коллектора потом... Вот послушайте. Если у меня... Ну знаете, это банк будет решать. Да, а вот суд обратится и будет меня взыскивать через судебных приставов, по исполнительному производству, с исполнительным листов. Да, все правильно. Все правильно. Мы юридически подкованы, понимаете, немножко. Потому что у нас есть юридическое образование. Но у вас это не значится. Я вам плюсик просто ставлю, там все пометьки. Вот. Так что для нас самое оптимальное положение будет, это суд. Вот. Потому что взять с меня, к сожалению, для вас нечего. То есть по жизни, вы же молодой человек, то есть по жизни вам нужна административная судимость. Да. То есть ограничение выезда из страны. У вас будут ограничения. Да, да. По-моему, арест накладывают на коммунальные службы. Да, я никуда не собираюсь их. Ну, не надо врать. Ну, что же. Виктор Валерьевич, ну вы не собираетесь, ну вот есть родственники, которые собираются. Да, и что родственники собираются, что они с родственниками? Ну, а это на них тоже распространяется, кредитная история, выйти из-за границы. Не смейтесь, не смейтесь вы. Кажется, если физическое лицо несет ответственность самостоятельно. Ну, это вас и право так считать. Вы еще не сталкивались. Это не только мое право, это моя грамотность, понимаете. И у меня по вашим кредитам нет ни одного человека, который за меня поручился, вы понимаете. Я сам выбирал и сам принимал решение. Пап, пошел мне на встречу, я думал, что я отдам. Ну, получилось, что не могу. Теперь делайте, что хотите. Тем не менее, кредитную историю вы испортили своим родственникам. Да испортили, я себе ее только испортил, девушка. Нет, Виктор Валерьевич, это распространяется на близких родственников. Мне вас жалко, если вы так действительно считаете. Но ваша задача убедить меня в обратном. Я вас понимаю, у вас ничего не получится, потому что я, к сожалению, в вашем узнаю законы. Хорошо. До свидания, всего доброго. Вы остались, я не сказала до свидания. Я не сказала до свидания, я уже устал. А я не сказала, через 5 минут вас... Причи, Виктор Валерьевич, я так и не поняла. Причина не оплаты. В вашей работе бестолковой. Ну, вы хотите... Желаю вам успехов, девушка. Потому что у вас очень плохая и тяжелая работа. Я думаю, она вам снится. Причина неожиданная работа. Скажите. А что вы хотите, знаете... Хорошо.